Всем привет, друзья! Сегодня у нас 10 мая. Погода на улице хорошая, но прохладно. Ветер холодный. Первые половины дня сейчас на градуснике 22 градуса. Но сегодня теплее, чем было вчера, конечно. По поводу ситуации в городе, ребят. Ночью слышны были взрывы в городе. Также очень часто были тревоги. День пока. В первой половине дня все спокойно. Все хорошо, слава богу. Хочу поблагодарить всех, кто смотрит наш канал. Кто с миром и добром у нас на канале. Также, кто нас поддерживает в комментариях. У нашей подписчицы, ребят, случилась не очень хорошая ситуация. Нам сегодня утром написала на почту Надежда. И она рассказала следующее. Значит, они жили в Волчанске по вчерашний день. И у них случилась беда. Значит, очередные обстрелы их поселка начались. И они, говорит, тоже. Муж говорит, давай прятаться быстрее в подвал. То они, как бы, иногда там, уже в последнее время, говорит, не очень прячутся. Как бы, говорит, что будет, то будет уже надоело бегать туда-сюда. У них возраст уже пенсионный, 60 лет. И постоянно, как бы, лазить туда-сюда, говорит, надоело. Ну, почему-то муж уговорил, говорит, и мы полезли в подвал. Говорит, были слышны сильные взрывы, говорит. Ну, через уже какое-то время, когда взрывы утихли, говорит, решили вылезти из подвала. У них большой, говорит, глубокий подвал, еще построенный, очень давно муж строил с сыном. Говорит, хороший такой, крепкий. Ну, говорит, вылезли они из подвала. С ихнего дома практически ничего не осталось, говорит. Только осталось полторы стены. Весь дом просто развалило. Такие были сильные прилеты. Говорит, я не знаю, то ли ракета, то ли самолетная авиабомба. И непонятно, чем бомбили, говорит, сильные очень взрывы были. Ну, говорит, мы приняли решение все-таки уехать теперь. Потому что как дома нету, соседские дома тоже сильно пострадали. Вот. Они до этого не хотели выезжать. Сын ихний звал их в Харьков. Он в Харьков постоянно им прилагал. Уезжайте, уезжайте оттуда. Вот, давайте я приеду. Они наотрез отказывались. Рассказывает Надежда. Но, говорит, в этот раз, говорит, у них такая безвыходная ситуация сложилась, что они все-таки теперь вынуждены уехать. До этого приезжали местные волонтеры. Им тоже неоднократно прилагали эвакуироваться оттуда. Но они отказывались. Ну, сейчас у них телефон все-таки остался. И они позвонили волонтерам. И они их приехали и забрали. Вывезли оттуда, с Волчанска, привезли в Харьков до сына. Они добрались и говорят, дураки мы старые, что тебя, сын, раньше не посушили все-таки. Тоже сидели там постоянно, переживали. Вот, на нервах. Вот такую ситуацию, ребят, нам рассказал наша подписчица. И уточка лежит. Девочки вчера игрались тут, пасочки налепили, да? Угу. Санечка сейчас их нахуй хладает. Что, пасочки там? Что тебе? Самолетик надо? Санечка. Вон. Вон он. Сын, что там делаешь? Солдатик ловит. Изучаешь? Вон он. Жуков всяких, да? Солдатик. Пугает пальчиком. Убежал. Убежал от тебя, да? Куда убежал, да? А их тут на дереве капец сколько? Их очень много. Их тут и внизу. Куда убежал. Куда убежал, да? Куда убежал, да? Пора уже спать, Тимочки, да? Лапка, не убегай, лапка, куда ты убегаешь? Не убегай. Вот так ты ее любишь, да? Только не облизывай ее. Не облизывай. Раздави сейчас кисю. Все, убежала кися. Все. Так, Тимочка у нас вот так теперь засыпается. Кроватку ложим. Кушает. И вырубаетесь. Сладких снов, малыш. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Пишите комментарии, ставьте лайки. И также не забудьте подписаться на наш канал. А мы вам желаем мир на небо над головой. С вами увидимся уже завтра. Всем пока.